Я Алексеева Юлия Викторовна, учитель Артёмовской школы Урагинского района. Это моя родная школа, в ней я училась и сейчас работаю. И мне хочется сделать всё возможное, что зависит только от меня, чтобы наша школа была процветающей, чтобы ей гордились наши ученики, наши родители, а мы могли гордиться своими учениками, своими выпускниками и их достижениями в жизни. И тема моего методического объединения «Начни с себя». Долгие годы учитель должен был давать детям знания в готовом виде, но с введением федеральных и государственных образовательных стандартов главной целью образования становится не передача знаний и ценностей социального опыта, а подготовить такого ученика, который способен учиться, который может ставить перед собой цели, который может видеть пути решения достижения этих целей, который может контролировать и оценивать свои достижения, то есть умение учиться. Большинство учителей были не готовы к переходам на федеральные и государственные стандарты и, можно сказать, сопротивлялись этому процессу. И основной проблемой стало то, что учитель должен был пересмотреть свои взгляды на вообще систему образования и на свою позицию на уроки. Такая проблема была и у нас в школе выявлена. И на протяжении нескольких лет я являюсь руководителем методического объединения учителей начальных классов и на одном из своих заседаний я предложила учителям поиграть в игру «Собери человечка». Перед участниками лежали листы цветной бумаги, ножницы. Цель их была вырезать части этого человечка, не совещаясь друг с другом, это не обговаривалось в принципе. И результат у нас получился приблизительно вот такой. То есть мы увидели такого некого ребёнка, который не совсем ладненький, стали разбираться, в чём причина, и выяснили, что если бы все участники договорились между собой, то ребёнок в данной ситуации получился бы, во-первых, единого цвета, все части тела ребёнка были бы согласованы между собой, ну и по размеру и форме. То же самое оказалось, что до введения Федеральных консультарственных образовательных стандартов каждый учитель считал, что его предмет самый главный в школе, и этот предмет ребёнок должен знать лучше всего. Поэтому бедный ребёнок был буквально разорван на части, когда каждый учитель старался дать ему как можно больше знаний, но он не мог воспринять такой объём информации и развергался не совсем гармонично. И мы увидели такую проблему и решили, что наша задача между учителями, работающими в начальной школе по новым стандартам, должна быть некая договорённость. Возникла идея о создании творческой группы, в которую я её руководитель, я её создала, и в неё вошли преподаватели, которые работают в начальной школе, это и мы как классные руководители, и учителя-предметники, которые ведут предметы музыки, физической культуры, иностранного языка, информатики и так далее. Сюда вошли педагоги дополнительного образования, преподаватели, которые реализуют внеурочную деятельность, организаторы школы, а также позже я ещё расскажу, кто вошёл. Значит, вот работа нашей творческой группы, один из заседаний. На первом этапе мы решили отказаться от традиционной системы обучения и стали решать, на какую систему обучения нам перейти. Здесь нам помогли аналитические сведения, собранные в 2011 году по Красноярскому краю, результаты, как ребята написали краевые контрольные работы. Мы проанализировали их и решили, что одним из лучших результатов были даны развивающего обучения Леонида Владимировича Занкова. И поэтому выбор тут у нас сразу решился, и мы стали с первого класса вводить эту развивающую систему. Сейчас у нас уже третий класс учится по этой системе. Вторая проблема, второй вопрос, который мы решали перед собой, всё-таки, что учитель должен изменить себя на уроки. И поэтому мы долго выбирали, какую типологию урока взять, потому что основой федерального государственного образовательного стандарта является системно-деятельностный подход. И мы тут выбрали типологию урока в дидактической системе деятельностного подхода школы 2100, автором которой является Людмила Георгиевна Петерсон. И мы начали работать с уроком. Здесь четыре типа уроков. Это урок открытия нового знания, урок рефлексии, урок общиметодологической направленности, уроки развивающего контроля. Но что мы только с этими уроками не делали. Мы, конечно, сразу начали по ним работать. Многое не получалось. Мы ходили друг к другу на уроки, сидели вместе, разрабатывали, критиковали, анализировали, плакали, возвращались снова, делали. И уже спустя вот три года, можно сказать о том, что наша творческая группа, кто входит, мы уже какую-то систему для себя выстроили, и каким образом выстраивать уроки, и видим плоды своей работы. Наша школа также является базовой площадкой реализации Федерального государственного образовательного стандарта основной школы. И поэтому вот наша творческая вот эта группа, мы еще заранее втянули в свою группу учителей-предметников, которые работают в основной школе, и они очень сейчас легко тоже вот опробируют, то есть все вот это знают. Мы совместно с ними проводим семинары, также смотрим уроки друг у друга. Проводится это также с целью преемственности, потому что наш третий класс через год буквально поступает в пятый, и надо, чтобы учителя были готовы принять таких детей наших хороших. Еще один момент. Как один из участников образовательного процесса — это наши родители. И мне пришлось тоже пересмотреть свою работу с родителями. Сейчас у меня первый класс, и я вот вижу лады тоже своей работы, потому что я родителям разъяснила, что такое системно-деятельностный подход. Провожу круглые столы, провожу тренинги, провожу с ними, раскрываю некоторые секреты уроков, по которым они могут понимать, чему я учу детей на уроке и как я их учу. Для того, чтобы они могли оказать какую-то помощь детям дома, но и понять степень этой помощи. То есть некоторые родители могут сразу ребенку выдать готовый ответ, а как им работать в одном направлении со мной, тут они этому учатся. И вот результатами моей работы, я касаюсь здесь первого класса, значит, мы вышли с моими ребятами, участвуем в дистанционных конкурсах, потому что для первого класса очных конкурсов и районного уровня проводится очень мало, и мы вот с ними проводим конкурс УРФАДУ, из шести человек четверо моих ребят прошли во второй тур, недавно решили уже, прорешали второй тур, и результаты придут попозже. И еще мой традиционный, ну вот я люблю этот конкурс, ЭБУ, в котором можно отследить сформированность универсальных учебных действий учащихся. У меня в этом конкурсе участвуют 100% учащихся, там три этапа, и я могу наравне с другими диагностическими материалами посмотреть, как конкретный ребеночек у меня, как у него формируется универсальное учебное действие. Одним из важных результатов, считаю, умение учащихся с помощью учителя выделить проблему, сформулировать задачу для себя на конкретный урок или фрагмент урока, наметить пути выхода из него. Учащиеся делают попытки самооценки и взаимооценки. Сначала они с помощью моих критериев это делают, потом начинают уже самостоятельно выделять эти критерии. И еще мы участвуем в творческих конкурсах районного уровня, есть множество побед, «Безопасное колесо», «Олимпийское созвездие», «Открытка ветеранов». Мои учащиеся также входят в состав научного общества школы. Мы с первого класса начинаем работать над исследовательскими работами. Ну и на начальном этапе мы с ними рассматривали и исследовали темы, сколько весит мой портфель и что значит мое имя. Мои родители очень активно помогают. Вот еще мы вышли за рамки уроков здесь, и создали такой проект у нас был, в котором участвовали не только дети моего первого класса, но и все учащиеся начальной школы. Мы разработали гимн, герб и флаг нашей школы. С родителями моими мне очень повезло, потому что они помогают мне очень хорошо, спасибо им за это. Мы разбили, ну выполнили проект «Школьный сад». Цель его была обугородить участок школы заброшенный. И, ну как бы здесь немножко такая у нас позиция была, что пришел ребенок новый в школу, мы саженцы высадили, и к 11 классу наши дети выросли, и деревья выросли. Этот участок находится, ну виден из окон нашего класса, и дети с любопытством, когда у нас сугробы стали таять, дети с любопытством смотрят, что же с их ростками произошло. Еще один проект, который был не урочная деятельность, но он перерос в социальный проект. Мы планировали выполнить кормушки с ребятами, и родители вместе с детьми поучаствовали здесь, таких красивых кормушек наделали, и пенсионеры заинтересовались, и мы подарили им кормушки. Дети сейчас общаются с этими пожилыми людьми, и скрашивая их одиночество, и заодно подкармливая птиц. Результаты моей работы я довольна, и если отслеживать только результаты своего первого класса, мы многое успели, и еще многое мы можем вместе сделать. И на сегодня меня вот в школе нет, а мои родители принимают участие в благоустройстве школы. Мне очень приятно, что они даже без меня действуют. Я начала с себя, и каждый по мере своих сил начал двигаться по пути переосмысления своего опыта. Все мы разные, но когда нас соберемся все вместе, любое дело из непосильного превращается в преодолимое. Главное знать, если ты не можешь быть сосной на вершине холма, будь маленьким деревцем в долине, но только самым лучшим деревцем. Будь кустиком, если не можешь быть деревом. Будь травой у дороги и дай отдых усталому путнику, если не можешь быть кустиком. Если ты не можешь быть китом, будь самым красивым окунем в озере. Если ты не можешь быть широкой дорогой, будь узенькой тропинкой. Если ты не можешь быть солнцем, будь звездой на небе. Только найди свое дело и старайся стать самым лучшим. Я нашла себя в профессии учителя, но есть еще над чем работать, и я работаю. Спасибо. Спасибо, Юлия Викторовна. Вопросы есть? Юлия Викторовна, Вы достаточно много времени в выступлении уделили тому, что изменяли урок, рассказывали о том, как изменяли урок в своей школе. Можно узнать, в чем состояли изменения урока? Зачем вообще Вам понадобилось их менять? У нас, потому что мы работали по традиционной до этого системе, и нужно было вывести ребенка на деятельность самостоятельно, на открытие способа действия на уроке. И поэтому мы меняли мотивацию на уроке, как бы смотивировать ребенка на деятельность таким образом, чтобы он до конца действовал на уроке, чтобы он понял и в конце урока получил результат. Вот таким образом. Все с мотивацией было связано. Нет, не только с мотивацией, чтобы был реальный результат, когда ребенок понял, что от него хотел учить, и он понял свой рост на этом данном уроке, он получил новое. Спасибо. Юлия Викторовна, вот у меня два вопроса. Один вопрос. Вот Вы родителям своим смогли объяснить, что такое системно-деятельностный подход. А нам объясните, как Вашим родителям. Системно-деятельностный подход вообще слился из двух методов, из системного и деятельностного. И были они разработаны очень давно, и сейчас вдруг так очень гармонично сошлись. Значит, системный, я так понимаю, что это рассмотрение какого-то понятия или чего-либо детально с разных сторон, а деятельностный — это действие. И поэтому системно-деятельностный подход — это когда ребенок учится через действие. Ну или познать. Родители Вас поняли. Ну, мы говорили о принципах вообще, что заложено в системно-деятельностный подход, и как они должны себя вести, чтобы помочь не мне, не школе, а своему ребенку прежде всего. И поэтому я думаю, что мы с ними договорились, они пока меня понимают, ну, еще пока первый класс, конечно, но я довольна взаимодействием со своей профессией. И еще, когда Вы представляли систему школы 2000, у Вас там были уроки рефлексии и уроки методологического направления. Вот меня заинтересовало, что это такие за уроки методологического направления? Ну, они еще в других источниках называются по-другому, я не скажу сейчас как. Значит, эти уроки предполагают использование способа действий, который ребенок получил на уроке открытия нового знания, в новых абсолютно ситуациях. То есть что-то меняется в учебной задаче, ребенок должен, применяя то знание, решить новое учебное задание. Вот такие уроки. А пример урока Вы не можете привести? Что? Пример. Пример урока. Потому что, ну, слова связаны со способом деятельности, применения в другой ситуации. А конкретный пример какой-то методологического урока? Ну, вот этот тип урока, он предполагает работу уже с более взрослыми детьми, и в моем первом классе он не предполагает еще работу. Поэтому я его обзором просматривала, но еще я его не разрабатывала. Спасибо. Юлия Викторовна, есть вопросы? Юлия Викторовна, еще вот такой вопрос. Вот Вы рассказывали о том, как выстроена методическая работа в Вашем образовательном учреждении. А каков Ваш личностный вклад в работу этой команды? Что именно Вы в этом результате видите именно в своем? Так, ну, во-первых, я была инициатором организации этой творческой группы, потому что, ну, проблемы очевидны. Еще я взаимодействую с администрацией школы, которая нам тоже содействует в работе нашей группы, как и приветствует наше дело. Мой еще вклад какой? О чем еще сказать? Спасибо. Все, спасибо, Юлия Викторовна.